Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами готовить салат гусарский. Салат гусарский делается двух видов. Есть с говядиной, есть с сельдью. Я буду делать тот вариант, который с сельдью. Его еще ошибочно почему-то называют салат закусочный. Итак, что нам для этого потребуется? Филе сельди. Я купил кусочками филе в масле, так как целого филе не нашел, а целую селедку разделывать мне, честно говоря, сегодня лень. Луковица, квашеные бочковые огурцы моего производства, ссылку на рецепт, который вы сейчас видите внизу, зеленый горошек, укроп и отварные яйца. Также нам еще пойдет салат, но он в основном пойдет для сервировки. Заправлять мы это все будем растительным маслом, уксусом и горчицей. Сделаем такой соус и приправим. Итак, приступим к приготовлению. Для начала порежем огурцы. На этот салат режется все крупными кусками. Огурцы поэтому режем мы пополам и довольно-таки такими крупными, не знаю, как сказать, ламтями, полукружками. Вот так его нарезаем. Теперь берем лук. Луковица у нас большая, поэтому упадет половина луковицы. И нарезаем его четверть кольцами. Для того, чтобы лук не горчил, и во время того, когда мы его режем, не лез в глаза, вот такую очищенную луковицу надо просто на быстрый старт на 30 секунд кинуть в микроволновую печь. Все быстро, просто не надо заливать ни кипятком, не уксусом. Теперь его расшелушиваем здесь. Конечно, имейте ввиду, что чем больше луковица, тем, само собой, больше времени на меня потратят. Вот на эту луковицу, которая у меня была, я выставлял 40 секунд на микроволновой печи. Теперь режем яйца. Яйца режем таким образом пополам, еще раз пополам, грубо говоря, на четыре части, и вот так большими кусками. Теперь будем добавлять сельд. Ну, она у нас порезана, скажем так, довольно-таки крупными кусками. Чуть-чуть сделаем их меньше. Ну, примерно вот такими кусочками. Оставшееся масло от селедки мы не выливаем, так как селедка у нас в пряном посоле, здесь очень ароматное масло. На его основе мы и будем готовить заправку для нашего салата. Теперь нам надо перемешать все ингредиенты, добавить горошек и зелень. Добавляем горошек. Добавим в салат зелень свежего укропа. Я люблю много зелени, поэтому добавлю целый пучок. Ну, вы уже по своему вкусу ориентируйтесь. Еще раз перемешаем. И у нас остались буквально несколько листиков салата. Их мы тоже порежем сюда. Меленько постараемся нарезать. Не люблю, когда салат порезан крупно, поэтому измельчаю его по максимуму. И тоже добавляем в общую массу нашего салата. Так, теперь готовим заправку. Добавляем небольшую какую-нибудь пялочку. Положим туда чайную ложку горчицы, столовую ложку уксуса. Сельдь у нас и так в масле. Добавим всего 3 столовых ложки масла. Масло ароматное, пропитано специями. Теперь-то все хорошенечко перемешать надо, чтобы получился соус. Салат мы не перчим и не солим, так как селедка и огурцы и так у нас соленые, а такую перчинку нам придаст горчичка, остринку такую своеобразную. Получается вот такой вот интересный соус. Так, соус мы отставляем в сторону пока. Перемешиваем еще раз хорошенечко салат. Итак, салат мы смешали и уже подготовили блюдо, на котором будем его подавать, украсив его листьями салата. Теперь аккуратно ложечкой выкладываем сюда весь наш салат. И поливаем наш салат соусом, заправкой. Если как будто будет мало такого количества заправки, приготовьте больше. Из расчета 1 столовая ложка уксуса 9%, 3 столовые ложки растительного масла и 1 чайная ложка горчицы. Ну вот наш салат гусарский с селью, полностью готов. Попробуйте приготовить его дома. На закуску вообще идеальный вариант, не пожалеете. До новых встреч, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!